Самая ирония, это очень важный момент в моде. С любым образом и с любым луком очень модно носить моно-сережки. К сожалению, у меня всего 10 пальцев. Этому кольцу 45 лет. Не бойтесь браслетов, больших, крупных, металлических. Кольцо, которое захватило мой инстаграм. Друзья, всем привет! Привет! По вашим многочисленным просьбам, что мне очень-очень приятно, я еще раз снимаю влог про украшения. Конечно же, сегодня я покажу много нового. И, конечно же, расскажу, как не просто их носить, находить, покупать. Дам несколько инсайдов, но и как их сочетать вместе. В моей обычной жизни для меня абсолютно нормально. Естественно, носить вот столько украшений. Очень их люблю. Много разных цветов и фактур. Конечно, для меня украшения – это не просто о том, как здорово нацепить все, что у вас было дома. Папа все еще так думает, что я именно по этому поводу ношу столько украшений. Для меня каждое украшение несет какой-то смысл, что мне дает какой-то новой энергии, уверенности или, наоборот, какого-то спокойствия. Я очень это люблю. Давайте быстренько сейчас пройдусь, потому что у меня сейчас, и я каждый день ношу, несколько браслетов, которые я покупала в Грузии, в храмах. Триллион легенд на эту тему, что эти браслеты носят путешественники. Также у меня есть мой астрологический браслетик. В предыдущем влоге он был другим, потому что он у меня рассыпался, и говорят, это на удачу. Кстати, скоро я сделаю анонс, где можно будет себе подобрать такие же астрологические браслетики. Они в единственном экземпляре все делаются, только специально для вас, поэтому скоро будет очень много классных сюрпризов. Мои любимые часы. Вот такой у меня появился новый браслетик из девяти видов дерева. И вот с такой бусинкой на удачу, китайской бусинкой на удачу. Очень тоже его люблю. И все классически. Мой амулет, который есть и у меня, и у Мурада, в разных цветах. Я недавно из Греции, буквально неделю назад, привезла новое кольцо, греческое. Это малахит. Выглядит он как изумруд. Малахит, золото и серебро. И вот такая вот греческая классическая, этническая обработка кольца. Оно мне очень нравится. И живет оно с моим новым колечком тоже. Это булгари, змейка. Очень люблю символы змеи, тоже с малахитом, глаза с малахитом. Люблю камень малахита очень сильно. И вот такое же у меня вот висит на шее. Такой мой оберег, очень классный. Всегда, с любым образом и с любым луком, очень модно носить моно-сережки. Они должны быть большими, они могут быть блестящими. Не важно, носите вы рубашку, майку, платье, на красную дорожку. Или вы идете в магазин за покупками. Моно-сережки – это выход всегда, чтобы привлечь к себе внимание. Очень люблю вот эти разные сережки. Я не первый раз об этом говорю. Сережки Леси-небо. Вот эту звезду вообще просто обожаю. Сейчас она тоже подходит, потому что я в розовом и на розовом диване. Вот такая классная моно-серега. Модная Леси в этом сезоне. Ее представляла в Париже на неделе моды. Можно вторую, но я люблю моно. Также у меня есть тоже две сережки такие, но я ее тоже ношу как моно. Это грузинский бренд. Такие замечательные драконы. Очень яркие. И всегда мне делают много комплиментов, когда видят, что я надеваю эти серьги. Мне кажется, очень красиво тоже. У меня есть отдельная шкатулка в виде вот такой ракушки. Там находится все связанное с жемчугом. Вообще жемчуг – это очень женственно. Вот так вот я вам скажу. У меня есть несколько очень красивых сережек. Это вот такие сережки Юли Квинсби. Мой фаворит этого лета. Есть вот с зеленым камушком, а есть с таким желтым. В зависимости от настроения и вообще какого-то состояния. Я из них не волажу. Будь я в Москве, на Миконосе, в Париже. Очень люблю такие украшения. Да, они этнические и немного индийские. Но, боже, ты в них себя чувствуешь просто Клеопатрой. Ну, или, на крайний случай, индийской какой-то принцессой. Очень их люблю. Они не тяжелые, очень удобные, классные. Купила вот такие вот кругляшки классные. Тоже они стоят там 10 евро. И вот такие вот на Бали 30 евро стоили. Такие ракушки очень необычные. Сейчас смотрите, как она надевается. И вот так вот она носится. Мне кажется, это очень красиво и очень необычно. И я люблю находить такие украшения, которые делаются руками, местными жителями. И вот таких вот вещей у меня очень много. Есть русский бренд. Сейчас вот несколько сезонов очень модно. Это золото и жемчуг. Причем стоит очень дешево. И сейчас в масс-маркете очень много подобных вещей. Поэтому обязательно себя приобретите. И когда вам грустно... Не снимается. Когда вам грустно, обязательно надевайте жемчуг. Для девочек это прям очень полезно. У меня есть несколько очень прикольных вариаций игривых сережек. Вот есть вот такие вот скелетики. Я вообще люблю аксессуары, которые не просто дополняют образ, но еще с ними можно похулиганить. Вообще, мне кажется, это хит этого сезона. И выглядят они так. Прикольно? Что вы думаете? Вообще, самоирония – это очень важный момент в моде. Что касается одежды, особенно аксессуаров, это тот момент, когда можно как-то пофантазировать и посмеяться над самим собой. И не важно, что у вас на руках, браслеты или кольца. Такие скелетики, мне кажется, должны быть у каждого уважающего себя фашиониста. В этом сезоне. Также, я очень люблю Восток. И считаю, что именно этника и casual style – это самый удачный момент сочетания. Потому что, когда люди уходят только в этнику, это слишком грузно и тяжело смотрится. А когда это сочетается с обычным европейским стилем, и вы берете этнику, неважно, будь это Марокко, Индия, Азия, Восток, возможно, даже южноамериканские какие-то аксессуары южноамериканских народов, это всегда очень красиво. Вот это моя абсолютная любовь. Я очень люблю эти сережки за то, что у них очень много красивых разных оттенков. Они небольшие, и они просто невероятные. Очень красивые. Причем я увидела это на подруге. И я просто на нее накинулась и сказала, боже, что это? И она носит это абсолютно со всеми. И с джинсами, и с майками, и с платьем, и с косухой. И мне кажется, и в пир в мир. И мне кажется, мы как девушки должны уметь играть с этими, со всеми аксессуарами. Вот эти сережки – моя большая любовь. Очень есть похожие, классные. Вот такие же жучки. Тоже супер выглядят, мне кажется. И тоже разные. Тут камушки абсолютно находятся. И можно сочетать со всем, чем только можно сочетать. К сожалению, у меня всего 10 пальцев. И много колец я не могу надеть. Но я часто сочетаю одни кольца с другими. К примеру, так, освобождаем пространство. Я недавно познакомилась с вот этим вот замечательным брендом. Французским, насколько я знаю. Вот есть вот такая вот красивая жемчужинка. Берем кольцо булгари, мое любимое. И вот просто сочетаем одно с другим. Не бойтесь надевать кольца на один палец. Прямо несколько. Это хиты, это очень модно, это очень стильно. На одном пальце носить несколько колец сразу же. Мне кажется, это очень здорово. Еще покажу один вариант, когда можно несколько колец носить на одном пальце. Вот есть такие три замечательных кольца. Давайте я покажу, как это будет на одном пальце смотреться. Вот берем такой один, сверху сразу же другое и третье. То есть все вместе они собираются в единую композицию. Очень красивую, очень яркую. Это вообще просто эстетика. Самое удивительное, что когда вы носите и сочетаете украшения и много, и разных, и в разных цветах, и в разном металле, когда случайно у вас падает на ней взгляд, у вас 100% будет подниматься настроение. Это же кольцо можно сделать вот так вот. Вот так вот. Это конкретно чуть-чуть большое, поэтому можно сочетать. Можно сделать, вот убрать серединку и сделать вот так вот. Я люблю такие трансформеры, в зависимости от настроения, менять вот эти все кольца. Или вообще на другую руку одеть вот этот вот третий. Я раньше рассказывала про бренд Гузема. Я очень люблю украинский бренд. И еще раз расскажу, и не перестану о нем говорить. У них сейчас вышли новые коллекции. У меня пока старая. Тонкий намек. Готово посмотреть новую коллекцию. Это вот такие вот тоже сережки, колечки, с которыми можно играться и одевать их на разные абсолютно пальцы. на фалангу. И вообще как-то их комбинировать. Очень люблю, когда этого много. И раз можно вот так вот сделать. Кольцо, которое захватило мой инстаграм. Самый часто задаваемый вопрос. Наташа, о боже, что это за кольцо? Это кольцо Юля Давидян. Оно трансформер. Оно есть в разных камнях. Это мое третье кольцо. Его можно носить на цепочке как украшение. Я очень люблю разумное потребление, когда предметы не только одежды и аксессуары. Можно комбинировать, можно перестраивать трансформеры. Это вообще моя большая любовь. Моя тетя пару недель назад мне подарила одно кольцо. Выглядит оно так. Это золото и янтарь. Янтарь ценится тем, что насколько много у него внутри расположено вот таких вот интересных отблесков. Вот в этом очень много и он очень ценится поэтому. Этому кольцу 45 лет. Это кольцо мой дедушка подарил моей тете на окончание института в 1976, по-моему, году. И оно мне досталось сейчас по наследству. Я это все к тому, что не проходите мимо своих семейных украшений. Посмотрите, что носит ваша бабушка, мама и хитро выклянчиваете эти украшения. Они все еще актуальны. Украшения винтаж и годы украшениям дают только какое-то очарование. Теперь вот это кольцо занимает почетное место среди моих украшений других и очень его люблю. Также очень люблю очень крупные вот такие вот украшения, как вот это кольцо с камнями, яркое. И это я все говорю про образы на каждый день. Не бойтесь носить украшения каждый день. Большие, красивые, яркие. Мы, девочки, мы должны это все любить. Мы должны это уметь носить и наслаждаться. От этого это, правда, очень сильно поднимает настроение. И последнее, о чем я сегодня вам хочу рассказать, это о таких браслетах. Не бойтесь браслетов больших, крупных, металлических. Круто. Я специально сегодня взяла два разных цвета. Не бойтесь сочетать серебро с золотом. Цвет серебра и цвет золота друг с другом. Это очень модно сочетать. Вот прям вот смелей это все делайте. В моем случае это вот такой серебряный браслет с камнем. А он может быть бескамнем, а он может быть большого размера. Это тоже все очень модно на пляж или навстречу. Смотрите, ну это ж красота. Вообще руки женщины должны привлекать внимание. И мне кажется, это максимально красиво. Несмотря на то, что здесь достаточно большие металлические сами браслеты. Они достаточно крупные и камни крупные. Но смотрится это очень изящно и женственно. В общем, ребята, не бойтесь экспериментировать. Отмечайте меня на фотках, где видно ваше украшение. Я обязательно буду комментировать. Возможно давать советы. И будьте красивыми и блистательными.